На рассмотрение областной думы внесем законопроект, предусматривающий предложение авторы Наумов и Литневский запрет продажи несовершеннолетним зажигалок и газовых баллонов, которые используются для их пополнения, чтобы не допустить так называемого снифинга, чтобы подростки, дети не нюхали и не травились этим газом. Как вы оцениваете целесообразность такой технологии? — Уважаемые коллеги, любой законопроект, особенно касающийся законопроекта с детьми, и мы таких законопроектов много уже рассматривали, в том числе законопроект, который запрещает водителям высаживать ребёнка, который едет без присмотра взрослых, если у него нет оплаты за проезд. И этот законопроект будет очень внимательно рассмотрен как на рабочей группе, так и на экспертном совете. Будут получены все экспертные заключения, после того он будет внесён на рассмотрение заседания комитета и вынесен на Думу. Я готов ответить более конкретно на этот вопрос по решению или по обсуждению этого законопроекта на комитете. — А у вас какое-то мнение есть? Ну, своё личное? — У меня личное мнение есть, но я сказал то, что я сказал. И хочу в этой связи сказать, что, уважаемые коллеги, на этот вопрос вам ждать ответа от меня и моей личной позиции недолго, так как очередная Дума состоится 22-го в 10 часов утра. И хочу проинформировать вас, что на этой Думе принято решение на совете с докладом, с отчётом о работе выступит губернатор Саратовской области Радаев Валерь Васильевич. — Ещё один вопрос в догонку. Как вы считаете, не повлечёт ли принятие такого запрета какие-то дальнейшие последствия? Ну, например, если сегодня депутат с такой инициативой выступил, завтра они захотят наложить запрет на пользование газовыми плитами, например. У плиты же тоже там можно не уходить вверх. — Уважаемые коллеги, вы исходите с позиции, что депутат человек, и он может сносить любой законопроект, который он считает нужным. Но фильтры, которые есть в Саратовской областной думе в виде экспертных советов, экспертных заключений, рабочих групп и площадок, не допустят принимать закон, который пойдёт не во благо жителям Саратовской области. — Понятно. Скажите, а вот как вы считаете, вот такие вот законопроекты, ну, целесообразность которых, ну, не всегда, так скажем, убедительная, да, могут ли они вноситься, ну, как бы, ради галочки, чтобы отметить лишний раз свое участие в законоточестве? — Мне очень приятно сегодня с вами беседовать, и спасибо вам за вопрос, как говорят коллеги, да. Но вы знаете, для галочки здесь законопроекты не принимаются. А если инициатива такая есть, то мы не пропускаем эти законопроекты. Я принципиальный противник вносить законопроекты с корректировкой законопроекта на одно или два слова. Это моя принципиальная позиция. Кому-то она, наверное, и не нравится. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!